Строительство школы номер 59 в микроволине Кайпас-2 началось в мае прошлого года. За 700 миллионов тенге рабочие залили фундамент, подняли стены. Готова отделка наружной и внутренней части нового учебного заведения. По заверению строителей, осталось самое малость. Благоустроить прилегающую к школе территорию и убрать после себя мусор. Сегодня мы планируем начать работы по высадке газона на территории школы. Также мы займемся уборкой внутри объекта и планируем сдать заведение ближе к концу августа. Стройка так бы и тянулась до сентября месяца, если бы не внезапная инспекторская проверка. Ее возглавил лично Аким Шимгента. Габидул Абдрахимов тогда раскритиковал строителей, упрекнув в неряшливости. Вот этот блок у нас, нельзя было закрыть. Почему у нас сюда через одно место делается? Нам нельзя куда-то закрыть. А это строительство школы в микро-районе Достык, рассчитанной на 1200 мест. Согласно проектно-сметной документации, объект должны были сдать в эксплуатацию лишь к концу нынешнего года. Но строительная компания обещает приложить все усилия и завершить работы раньше намеченного срока. Сметная остановка 1,2 млрд. По договору мы школу должны сдать в декабре, но мы планируем сдать 1 августа. В основном остались сейчас наружные работы, благоустройство, укладка асфальта. По благоустройству сейчас осталось в основном. Внутренняя работа почти закончена. В этом году в Шенкенте капитально отремонтируют все 129 школ и 385 детских садов. Сейчас ведется строительство 15 школ и пристроек, 8 из которых будут сданы к новому учебному году. Бахром Абдулаев, Толгат Абдинабиев, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпания ОТРР.